Верно! Вравнение на середину! Товарищ генерал-майор, пограничники Московского региона и Московской области, на боевой расчет, посвященный 95-й годовщине образования пограничных войск, 120-й годовщине образования корпуса пограничной стражи, построен руководитель культурно-общественной акции «Боевой расчет капитан запаса Попов». Здравствуйте, товарищи пограничники! Здравствуйте, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 95-й годовщиной пограничных войск! Эта добрая традиция встретиться недалеко от Яллских ворот, в сквере, где находится памятник пограничникам Отечества, почтить память героев границы, чьими именами названы заставы, и мысленно заступить на боевой расчет, как полагается, в 20.00, продолжается уже шестой год, и случается это накануне официального праздника Дня пограничника. Идейный вдохновитель этой культурно-общественной акции «Боевой расчет» – капитан запаса Вячеслав Борисович Попов. Вячеслав Борисович – потомственный пограничник, но об этом чуть позже, а пока о том, как зарождалось это доброе дело. На интернет-сообществах мы обсуждали такую проблему поведения наших коллег в разных местах, в разных городах. Особенно было обидно, когда ждешь новостной ролик с какой-то хорошей, интересной программой о пограничниках, показывают одно – пьяный человек, называющий себя пограничником, с каким-то фонтаном, еще что-то. Ну, очень обидно, очень стыдно, и в честь мундира все-таки она как-то… Мы придумали вот это мероприятие здесь для тех, кто против пьяных дебошей и всего остального. Сутки пограничные начинаются у нас в 20 часов, боевые расчеты проводятся на заставах с 19 часов, поэтому почему бы нам не построиться в 19 часов, сделать пограничные все наши ритуалы и спокойно разойтись по домам. Стоит заметить, что каждый раз за день до встречи Вячеслав вместе с друзьями организовывают в сквере настоящий субботник. Отмывают памятник, наводят порядок по всей территории и даже назначают ночное дежурство. А вечером 27 мая, ближе к 7 часам, в сквере начинает собираться народ, утверждающий великую истину – бывших пограничников не бывает. Нам доверено было судьбой Охранять рубежи отчизны Встали в строй мы однажды с тобой Чтоб нести эту службу по жизни Пограничные сутки начать Этот долг – наша честь, наша слава Мы в едином, братья, строю Нас сранила навеки застава 105-й – это город Берлин Авторота Карнхорст Румельсбург Светенский погран 8, 926, 930 6, 8, 09, Баранов Юрка Ну может быть кто-нибудь отвлекится Здесь, конечно же, бывают самые необыкновенные встречи А что касается Вячеслава, он всегда признателен своим друзьям-единомышленникам за помощь в организации этого события Кстати, именно от друзей Вячеслава мы узнали интересные факты из биографии нашего героя Вот, например, одну из потрясающих историй поведал нам полковник запаса Валерий Монастырев Дело в том, что в детстве я жил в Германии, в Берлине И он, оказывается, учился в Берлине, в этой же школе, где я учился, но 20 лет спустя Разговорились, и он мне рассказал историю Его дед, значит, в разведке, воевал в 45-м году Шел на Берлин, и вот буквально немного не дошел до Берлина И его часть остановили, завернули и отправили в Кёнигсберг, так сказать, в Калининград И войну, вернее, победу он встретил в Калининграде, в Прибалтике Но так хотел попасть в Берлин Со временем они переехали в другое место, и по старости он, так сказать, ушел из этой жизни в небесный, так сказать, батальон Но все время говорил своему внуку, вот не дошел я до Берлина, вот не дошел И что сделал наш Слава? Он взял майку, на майку нанес изображение своего деда с 45-го года Купил билет себе, жене, теще, тесте и поехал в Берлин Подошел к Брандербургским воротам, одел пограничный зеленый берет и спел песню пограничную Потом к Рейхстагу подошел Говорю, дед, смотри, мы у Рейхстага Вот так и сказал, дед, все, мы приехали, ты Берлин взял Эта история опубликована в одном из выпусков журнала «Пограничник» И как знать, может быть, кто-то из тех, кто ее прочитал, уже подхватил эту идею в память о своих дедах и прадедах Ну и сейчас вот концертная какая-то деятельность есть или еще что-то на Красную площадь Ну все мероприятия, которые касаемо каких-то военно-патриотических мероприятий Дед всегда рядом, смотрит своими глазами, все хорошо, туда радуется Мысль там сделать к 15 февраля с папой футболку, да, потому что 15 февраля день полка, которым командовал 15 февраля день вывода войск из Афганистана Ну почему бы с портретом папиным не пройтись и так же на мероприятие не прийти к его сослуживцам Сказать, ребят, вот, он рядом с нами Ну что же, самое время вернуться к разговору о династии Поповых Вячеслав Борисович, так же, как и его отец Борис Николаевич, окончил Московский пограничный институт Дед у меня Николай Павлович Попов пограничником не был Он застал финскую в 39-м, пришел домой в 40-м И, по-моему, в 42-м опять убыл уже на Великую Отечественную войну Он в танковом полку был в разведке Наверное, не лишним будет заметить, что некоторые подробности о семье Поповых Мы узнали и от мамы Вячеслава, Нины Федоровны Которую сын всегда хотел бы видеть на своих мероприятиях Бабушка все время ему рассказывала вот про этого деду Колю Как он воевал и на финской Знаю историю такую, что дед пролежал четверо суток под отстрелом снайперских Вот этих финских кукушек Вмерзал и вымерзал из лужи, в которой лежал Четверо суток подряд То есть, когда ночь, уже заморозки Они с товарищем вмерзали в эту лужу А потом, когда чуть-чуть уже плюсовая температура выходила Они немножечко там пытались шевелиться Но снайперы двигаться даже не давали О своей бабушке, Дарье Алексеевне Вячеслав тоже готов складывать легенды Она почти ничего не слышала Но у нее был изумительный голос Даже 80 лет ей еще было, когда она за столом Пела ведущие партии и таким голосом В это время умудрялась вязать оренбургские пуховые платки Под эту песню А у мамы, дедушка Федя, тоже я его не видел никогда Он умер, но он на войне не был, потому что инвалид детства был Зато очень замечательный агроном И вот когда оренбургский хлеб, там вот это все Дед там был главным агрономом в совхозе И работал по своей специальности Ну, понятное дело То есть, родители, они вообще в Оренбурге встретились? В Оренбургской области? Да, они учились в одном классе Мы все оренбургские родом Как обычно, в семье пограничника дети рождаются где-то в приграничной зоне Но я родился практически, наверное, наполовину в Уазике Наполовину в месте, где это называется фельдшерский пункт На границе с Китаем, в Амурской области, Архаринского района Зарегистрировали рождение в селе Михайловка Раньше я начал проситься 22 июня ровно в 4 часа утра Ну, сказали, вот пограничник родился Ну, и все папе с мамой говорят Будет пограничником Ну, и напророчили, наверное, да Но я же с детства в пограничных подразделениях В солдатских подразделениях у папы Там везде-везде мы в гарнизонах только и мотались Я вот, например, уже лет, наверное, в 10 умел заправлять кровать С обилами там, со всеми прибамбасами Все как положено Лет, наверное, в 14 уже научился бегло обмотать портянки Когда спортивные мероприятия Все, папа меня в строй ставил Я вместе с ними 6 километров марш-бросок побежал Он любил вот собирать вокруг себя пацанов Они его все слушали всегда Командир он такой заводной Он все время хотел, как папа И на боевой расчет он стоял там с ним Он действительно во всем старался равняться на отца Я считаю, что тоже представитель легендарного какого-то такого своего пути Из деревни, воспитываемой только мамой Значит, прибыл на поступление в пограничное училище Поступил, отучился, уехал служить Закончил академию, после академии был направлен на Дальний Восток С Дальнего Востока в Афганистан После Афганистана он был назначен начальником штаба Отдельного 105-го рижского краснознаменного полка КГБ СССР в городе Берлине Вся семья отправилась в Берлин? Да, и мы поехали в Берлин Единственный из начальников штабов, кто был в должности начальника штаба Он был назначен на должность командира полка Такого в истории полка не было По окончанию командировки в ГДР Папа уже перевелся в Москву, уже в другое подразделение И был в центре специального назначения Вымпел И там и закончил службу Но, к сожалению, в 2003 году его не стало Вообще, самая первая мысль, когда был первый боевой расчет Стоял строй И товарищ держал портрет С изображением отца Ну, как бы, вот это был самый первый боевой расчет И он, в принципе, был и посвящен отцу Вячеслав вспоминает, что отец никогда не любил рассказывать про Афганистан А тогда, в 80-е, они и не знали, в какой он находится командировке Ну, мама, может быть, знал, но нам никто не говорил Мне тогда в 7-8 лет было, что я там мог там В первом классе учился Ну, папа уехал, ну, все Когда-то там дыни такие большие из Душанбе передали Вот папа прислал посылку Ну, хотя я думаю, что это не папа прислал Кто-то там от имени папы Никогда он особо там сильно не распылялся по этим вопросам Ну, то есть я знал, где, знаю, где он служил в провинции Тулукан Там, да, как-то Какие задачи там выполняли, было понятно Ну, сейчас мне совсем более понятно Но, чтобы так вот рассказывать Он особо никогда вообще не рассказывал Ни одной истории не осталось в семейном архиве Ну, он хвалил Тулуканскую баню и больше ничего Поэтому, ну, у него там, наверное, какие-то воспоминания были тяжелые Поэтому он на эту тему сильно Даже вот, ну, я уже взрослым капитаном был, да Говорил, ну, папа, ну, расскажи Ну, наливай, а то уйду Был ответ такой, все Больше ничего не надо было спрашивать Этой фразой было все понятно Вспоминая те времена, когда он был еще мальчишкой И вместе с сестрой Таней проводил свое детство по месту службы отца Вячеслав называет героической и личность своей мамы Каждый шаг вместе с папой, с семьей туда-сюда Вот это все, она терпела эти переезды Вот эти коробки собери-разбери Ну, это же все-таки... Ну, она молодец Вот в плане быта, в плане семейного очага Тут у нас мама, не придерешься Оканчивая десятый класс, наш герой уже точно знал, что дальше он идет по стопам отца Он все время хотел в училище В училище, только в училище Еще в классе в шестом было все определено Все, иду и иду Как бы был еще момент, там, со знанием языка было, в принципе, неплохо Мама говорила, давай, он в иностранные языки поступает Разве меня убедить можно? Нельзя, все, вот, все, я как папа Мало того, мой двоюродный брат, родной племянник папин Все, я как Боря И мы с ним вдвоем вместе поступили и отучились, и выпустились Свою курсантскую юность он вспоминает с удовольствием Но, конечно же, переоценивая сегодня многое Я разгильдяем был, наверное, мне кажется Курсантом разгильдяем? Мне кажется Я вот сейчас думаю, вот, взрослый дяденька, да Мне кажется, что я неправильно себя иногда вел Вот прям вот за эти штуки цепляйте Ага, с обеих сторон Да, вот прям вот здесь петли делай, а остальное отрезайте Хорошо Давай, спасибо, Толь Ну, я считаю, что я, если бы сейчас заново поступил в училище, да Я бы себя по-другому вел Любимые предметы какие были? Любимые предметы? Ну, наверное, вот, понятное дело, иностранные языки Кафедра иностранных языков, хорошо Там тактика пограничных войск интересная Огневая подготовка вообще супер Физическую подготовку я так обойду углами Я невыдающийся спортсмен был И остался невыдающийся Поэтому... То есть любовь к спорту к определенному не лежала? Оно у меня моральное, потому что, как наши преподаватели говорили, вот, Сергей Степанович Лимачка, да, говорил всегда Ребята, я вас не воспитываю у Рэмбо Я вас заставляю думать в острой, быстрой обстановке Ты бежишь и думаешь, вот бегай и думай Все, тут все ясно То есть, ну, какие-то нравственные параметры через физическую подготовку хорошо доходят Особенно, когда какое-то подразделение что-то не так сделали, и побежали все Очень умно, хорошо А еще он вспоминает свой курсантский вокально-инструментальный ансамбль «Россия» И как перед выпуском вместе с другом Алексеем Хворостенко Они воодушевленные написали песню И вот оркестр марш парадный заиграет Пройдем в последний раз Чеканя каждый шаг В груди отчасти сердце тихо замирает Ну вот и все, пора Теперь ты лейтенант Все это сказано, да Там еще есть строки такие Московский институт, наш дом тебе спасибо На опыте отцов границу защитим Стоим плечом к плечу Вокруг как будто тихо Звучит приказ, и мы дыхание затаим Ну вот у нас все это так и было Тем более мы же зимой выпускались На улице минус 27 Снега нету вообще И мы убедили командование, что мы должны выйти на построение в фуражках Он говорит, ребят, вы поморозитесь? Никак нет И наши командиры молодцы Андрей Андреевич Сахно Юрий Валентинович Воронцов Вышли тоже в фуражках И с нами, и все начальники наших пограничных застав учебных Стояли все в фуражках И всю эту часовую церемонию И никто не отморозил себе ничего Все было хорошо Ну, это, ну, понятное дело, это незабываемые секунды Когда фуражка летит в воздух И все И ты не знаешь, что завтра Когда, что будет Как тебе дальше жизнь повернет Будешь ты служить, станешь ты генералом, не станешь Мы самые первые, кто с двумя дипломами Выпускались там по программе Уже с юридическим уклоном и так далее Какие два диплома держал перед собой? Юрист-правовед и офицер тактического уровня Два диплома Какой стоял выбор или назначение дальше? Да выбора никакого не было На заставу и все Служба началась в Карелии Куда он отправился со своей Наташей Своярский пограничный отряд Сначала седьмая пограничная застава Потом первая Не было ничего непривычного? Да, в принципе, ну Мы же маму послушали Она же говорит, ребята, берите с собой Ну и все Ну кто-то там ехал, две сумочки А мы-то целое купе загрузили 23 коробки там Посуда, вилки, ножи Все это Я за голову хватаюсь Говорю, куда? Мама говорит, все, берите Берите, я сказал Вам там никто ничего не даст Там же в Корее В молодой семье Поповых Родилась дочь А спустя какое-то время Вячеслав продолжил службу Курсовым офицерам В Московском пограничном институте Откуда и ушел в запас В общей сложности 10 лет службы в пограничных войсках Срок, пожалуй, не такой уж большой Но Все равно застава снится до сих пор Все равно вот один и тот же сон Приезжаешь на заставу Там где-то что-то И все время тебе говорят Так, все, принимай опять заставу Так я его только сдал недавно Все, командовать некому Очень хорошее воспоминание о службе Даже где-то что-то не получалось Даже где-то Я там опять какие-то моменты упускал Был не самым хорошим начальником заставы Но оно вот в душу как запало И мальчишки, которые служили Постоянно звонят, пишут Приезжают в Москву Мы как-то встречаемся Ну, такие теплые отношения Но застава все-таки семья И вот эти семейные Такие хорошие отношения Они на всю жизнь И хочется эти отношения Перенести вот на эту площадку Да, они здесь так и переносятся Вот уже за 6 лет Люди, которые приходят сюда Уже всех в глаза знаешь Не всех знаешь, как зовут Ты все равно его знаешь Мы обнимаемся, целуемся Уже все Тоже такая семья Вот мальчишки маленькие Которые бегают здесь Некоторые приезжали еще в колясках Сейчас уже мальчишки большие Поэтому они пусть растут Пусть они знают какие-то традиции Пусть они понимают Все ради них в принципе и делается Да, потому что Наша молодежь, она же все-таки Должна понимать Какие традиции бывают У их родителей Уважаемые ветераны Дорогие пограничники Члены семьи Сегодня В преддверии праздника Дня пограничника У нас представилась Возможность встретиться Посмотреть Открыто В глаза друг к другу Вспомнить совместные года службы Открыл акцию Заместитель Международного союза Общественных объединений Ветеранов-пенсионеров Пограничной службы Генерал-майор запаса Анатолий Кечин Граничников Благословил отец Георгий А еще С профессиональным праздником Их поздравил герой России Гвардии полковник Александр Васильевич Маргелов Пусть войдет в традицию Мы приезжаем к ВДВ Мы приезжаем на праздник ВДВ ВДВ приезжает на праздник к нам В этот день Впервые был поднят флаг Боевого расчета А также Состоялась премьера гимна Культурно-общественной акции Равняйсь Смирно В заистевшие сутки Признаков нарушения Государственной границы Не обнаружено Данных не поступало По обстановке Границу охраняем По плану Выгодного праздничного дня На охрану Государственной границы Назначаются Пограничники Чьими именами Названы пограничные заставы Пограничные корабли Воинские части И соединения А также пограничники Николай Виколов Кургузов Александр Олег Ефремов Анатолий Силютин Николай Кулак Владимир Шишкин Петерчук Михаил Головейн Валерий Афонин Александр Золотарев Александр Гузина Олег Гринзон Николай Герасимов Валерий Попов Борис Попов Николай Павлович Сержант Попов Николай Николаевич Старшим В этом строю Назначается Зверский Геннадий Анатольевич Попов Николай Павлович Граничное братство Храним Боевые товарищи Рядом Мы минутой Молчания Почти Те, кто Вечно Остался В наряде Они жизни Отдали Свои Чтобы Счастливы Были Народы Совещая Нам С честью Носить Зеленого Цвета Погоды Мы Традициям Славным Верны Боевой Расчет Продолжаем И как Прежде В едином Строю На охрану Границ Выступаем И как Прежде В едином Строю На охрану Границ Выступаем О начале Пограничных Суток Возвестил Колокольный Звон Храма Петра И Павла А в небо Традиционно Был запущен Пограничный Флаг Уважаемые Друзья Я вас еще раз Хочу поздравить С началом Пограничных Суток С 95 Годовщиной И колокольный Звон Нашего Храма Который Стоит Напротив Поповещает О нашем Хорошем Празднике Этот флаг Обязательно Долетает До них Я уверен В этом Вот И Поименно Мы называем Тех Кто ушел За период Этого года Вот Но Они встречают Флаг И знают Что мы встречаемся Каждый раз Ради их памяти Ради пограничных Традиций Пришиваем Эту табличку Тем Кто найдет Флаг Позвонить По такому-то Телефону Для того Чтобы получить Зеленую фуражку И тельняшку Но пока Наверное Только медведи Сейчас научатся читать И получат Пока где-то в лесу Людям не попадался Еще В этот вечер Многие участники акции Получили благодарственные письма За военно-патриотическую работу А поздравления звучали От пограничников Разных поколений Прощальный марш Уже воспоминания Водился в ночь Военный эшелон Разжав тиски Всеобщего братания Загрохотал Потрепанный в вагон Еще спала Невнятная тревога Еще до дна Не выпил Пасашок Уже легла От прошлого Дорога Уже война Отсчитывала срок Качался свет В вагонном полубраке Тунился к рельсам Яркий Млечный путь Висела ночь Как миг Перед атакой Когда уже назад Не повернуть Угомонились Стрелянные волки Молчит гитара Задремал комбат А с боковой Неловкой Верхней полки Глядит на мир Молоденький солдат Он знал войну Из песни Про землянку И про комбат Отпел ему Любе И что там будет Завтра с позаранку Еще не мог Представить он себе Над горизонтом Черный дым Клубится За горизонтом Дальний край Суров Но так Беспечно Сладко Грудь томится Еще на ней Ни рам Ни орденов С праздником Погранцы По традиции Славной Былой Боевой Расчет Продолжаем И как деды И наши Отцы Снова Первыми В бой Мы Вступаем Защищать Рубежи До конца Нам доверила Наша Держава Троекратные Грянет Ура К пограничным Войскам Нашим Слава Ура 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 Ура